обязательно это сделайте 5 июля и ваша жизнь кардинально может измениться почему это именно может произойти 5 июля друзья далее все более подробно в этом видео 5 июля отмечается народный праздник евсеев день в православной церкви в этот день чтят память евсевия епископа самосадского который жил четвертом веке и прославился как защитник приверженцев православной веры хозяева верили что в этот день это лучшее время для того чтобы чистить колодцы люди верили в то что если сегодня это сделать то вода будет в будущем не только чистой но и иметь лечебные свойства поэтому в этот день наши предки уделяли много времени саду и своему огороду пололи сорняки поливали растения следили за посевами а вот настоем чеснока или помидорными листьями обрабатывали цветы от вредителей и сеяли редис то есть посвящали этот день сельскохозяйственным работам и всевозможным мелким делам с этого дня женщины начинали варить липовые отвары не понимали что в будущем они помогут справляться с бессонницей по ночам кошмарами и могут спасти от любых болезней а вот мужчины в этот день ходили в баню с ветками липы девушки проводили обряды и с помощью ленты связывали две березовые веточки ведь они представляли символ пары и таким образом вторая половинка не могла уйти народные приметы о многом рассказывали и в этот день хорошему урожаю пускался днем дождь в декабре значит будут сильные морозы если в этот день был жарким хорошей погоде комары начинают летать роем а к богатому урожаю зерновых осадки сегодня будут на следующий день будет хорошая погода если вечером выпала роса ожидайте ненастья если радуга появилась в полдень большое скопление рыбы если чайки клубятся на одном месте а вот год будет урожайным на хлеб и лен если в этот день будет дождливая погода дождь пойдет если куры в пыли валяются сегодня нельзя было сплетничать и провоцировать людей на какой-либо негатив вечер обещал быть очень интересным с новыми и приятными знакомствами и здесь только от вас будут зависеть положат ли они начало серьезным отношениям но одно из них все же может положить начало интересной романтической истории соберитесь вместе на какой-нибудь базе отдыха дачи и проведите вечер интересно и весело многие сегодня распрощаются со своими заботами и тревогами сомнениями и печалями те кто грустил настроиться сегодня на оптимистический лад не исключены сегодня романтические сюрпризы которые обязательно поднимут вам настроение некоторые из вас неожиданно получит любовные признания особенно удачным будут вечер для влюбленных мужчин их сегодня ожидают приятные сюрпризы долгожданные признания незабываемые романтические свидания некоторые из них поймут что готовы вступить в брак со своей второй половинкой любые свои идеи и желания подвергайте строгой оценки и подумайте что принесет хорошего вашу жизнь их исполнения сегодня возможно любовные переживания возможно что человек который вам нравится он холоден к вам и равнодушен тогда срочно делайте выводы не стоит тратить на него свои чувства и нервы а возможно это человек только покажется вам не эмоциональным но впоследствии вы поймете что он очень серьезен и в то же время надежен просто внимательно присмотритесь и прислушайтесь к его рассуждением и разговором вы точно поймете какой это человек и решите действительно ли он нужен вам сегодняшний вечер благоприятен для активных занятий это спорт танцы и игры с детьми вы легко и быстро переделайте все свои домашние дела поэтому на развлечения обязательно хватит времени обратите внимание и на здоровье сегодня благоприятное время для того чтобы изменить что-нибудь в своем расписании хорошо было бы заняться спортом прогуляться на свежем воздухе сходить на пляж и поплавать не сидите дома идите куда-нибудь развлекитесь пообщайтесь с соседями со своими друзьями с родственниками хорошо провести вечернее время с детками научите их например чему-то новому что точно пригодится и в жизни и поговорите с ними предложите выучить в какой-нибудь например новый язык чтобы в дальнейшем полететь в эту страну и провести интересно там время в сегодня можно отправиться и на кружок где можно что-то сделать своими руками это будет очень хороший опыт не посещайте сегодня магазины ведь есть вероятность купить вещи которые сейчас вам точно не нужны а вот сэкономить семейный бюджет очень нужно сейчас вас могут заставить врасплох не очень хорошие финансовые известия поэтому несколько месяцев нужно завязать пояса поуже и начать себе отказывать возможно в некоторых моментах да возможно не самый лучший период сейчас вашей жизни но нужно перетерпеть и не огорчаться из-за этого все что сейчас случается в жизни значит так и должно быть от этого выдав вы становитесь только сильнее лучше мудрее и на многие вещи можете смотреть уже буквально через месяц-два уже по-другому не не позволяйте себе сегодня злоупотреблять и вредной пищей старайтесь контролировать все что вы хотите скушать желудок просто может сегодня справиться с большим количеством жира и мучного скорее всего нужно уделить больше внимания здоровой пищи лучше приготовьте свежих салатов на оливковом масле а майонезы замените на сметанку большем количестве старайтесь и употреблять сезонные фрукты в них содержится большое количество витаминов которые необходимы для вашего организма они могут придать вам больше сил и энергии еще хорошо выпивать в день два три литра чистой воды не удивляйтесь если друзья или родственники захотят попробовать вместе с вами сейчас вы много думаете о своем здоровье и фитнесе поэтому смело можете приобрести несколько книг по любой дисциплине которая волнует и интересует больше всего и начните заниматься по ней постарайтесь сегодня избегать интенсивных нагрузок ваш организм скорее всего не готов к спортивным рекордам так что ограничитесь комплексом обычных упражнений или можете сделать например небольшую растяжку а именинники сегодня отмечают свой день именин такие как василий геннадий зина галактион и ульяна обращаем ваше внимание что в этот день 5 июля нельзя начинать важные дела до обеда и так как они вам просто не принесут успеха также в этот день не старайтесь поддаваться соблазнам потому что это может обернуться большими проблемами как финансового так и личного характера запрещено 5 июля рисковать особенно это касается водителей обращаем ваше внимание что если вы живете в сельской местности то помните что в этот день нельзя чтобы колодцы были грязными их нужно обязательно вычистить тогда вода в них вот не просто кристально чистой но и целебной нельзя было ходить в баню поскольку сегодня считаю что париться банник тот же кто его потревожит может сильно пожалеть банный дух ведет человека в марево и он перестанет себя помнить а также обращаем ваше внимание что нельзя сегодня ругаться с близкими людьми так как есть вероятность что после сегодняшней ссоры наладить прошлые хорошие отношения у вас просто не получится не рекомендуется в этот день приобретать какие-либо новые вещи особенно одежду народе говорили что любая покупка которая будет совершена в этот день она будет просто неудачной в этот день также нельзя и никого обманывать будьте честны перед собой и перед близкими считалось что преподобный евсевий не любил когда люди лгали поэтому стоит быть откровенным если не хотите чтобы святой разгневался на вас также в этот день нельзя ругаться и говорить нецензурные бранные слова также не старайтесь не конфликтовать с людьми чтобы не доводить себя до такого состояния когда хочется например сказать какое-то плохое слово 100 также сегодня не стоит жаловаться на судьбу иначе конфликты и беды будут продолжаться еще долго по народным поверьям 5 июля если укоротить что-либо это касается и волос ногтей одежды и прочее можно лишиться нескольких лет жизни поэтому все походы в салоны красоты и ателье мод лучше перенести на другой день также в день памяти евсевия нельзя демонстрировать кому-либо свое недовольство и не стоит жаловаться на судьбу просить то в чем нет у вас особой нужды наши предки в этот день говорили что таким образом можно лишиться нажитого имущества и столкнуться с такими проблемами по сравнению с которыми нынешние покажутся при просто легким недоразумением крестьяне в этот день как можно сказали ранее занимались с хозяйственными делами повторно сели редис посева и цветы обрабатывали от вредителей настоем чеснока или помидорных листьев также в этот день собирали к собирали кошачью дрему или по-другому в народе и называют купальница обыкновенная с которой на агафену купальницу 6 июля заваривали веники для бани старину баня являлась одним из важнейших мест в работе знахарей сюда мастера приводили обратившиеся к ним за помощью людей лечение не обходилось без банных веников которые лучше всего заготавливались на а графену купальницу подготовиться к походу в лес нужно было заранее поэтому накануне нужно было приготовить чистую сухую корзинку и нож которым будет нужно было срезать ветви и в работе необходимо было несколько банных веников веник из веток семи берез помогал в любовной магии если дать людям попариться молодоженом то они никогда не разлюбят друг друга еще березовый веник помогает в лечении суставов заболеваний бронхов сыпи и гнойников осиновым веником парят людей больных алкоголизмом а вот дубовый веник поможет вам избавиться от непримиримого врага а также придаст смелость и наделит мужскими качествами так что вы друзья у нас с вами вот такой день 5 июля с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья подписывайтесь ставьте лайк обязательно поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео и эта информация будет полезной и важно друзья все хотим поблагодарить за то чтобы нажимаете спасибо обращаем внимание это под видео есть сердечко такое красивенькое и написано спасибо благодарим всех нам очень приятно что вы отправляете и поддерживаете нас а также мы для всех кто использует эту функцию дарим подарок делаем расклад на картах таро и так нажимаем на функцию эту сердечко спасибо после этого переводим ту сумму которую вы считаете нужным нам это очень приятно и таким образом мы делаем для вас подарок делаем расклад на картах таро обращаем ваше внимание от вас будут только требоваться вопрос а также имя и число год и месяц рождения друзья с вами как всегда был канал эзотерика для тебя услышимся с вами уже буквально в следующем видео